Всем привет! Вы на канале о часах филтайм. С вами, как всегда, Станислав. И сегодня будем рассматривать новинку от швейцарского бренда Takhoir из, наверное, самой популярной коллекции Carrera. То, что самое дорогое и престижное, это абсолютно точно. За свое короткое знакомство с брендом Takhoir я уже успел выяснить, что Takhoir Takhoirу рознь. Есть недорогие модели, которые часто хаят за то, что ценники высокие, а качество обычное. А есть люксовые серии, в которые попадают самые сливки. Carrera как раз и считается теми самыми сливками. Сама коллекция существует с 1955 года и название такое получило в честь знаменитой опасной гонки Carrera Panamericano. Собственно, сам бренд Takhoir всегда был связан с автогонками. Феррари, Порше, вот лишь несколько марок авто, автопилоты которых представляли бренд на самых известных автогонках мира. И если часового фаната спросить, какой часовой бренд самый популярный в теме автогонок, то вам абсолютно точно ответят Takhoir. Поэтому с подобным громким именем бренд порой делает часы, качеству которых за их немалую цену бывают вопросы. Просто могут себе это позволить. А мы же в этом обзоре посмотрим на качество почти верхушки бренда и попробуем сделать непредвзятый вывод. В магазин недавно приехало 4 абсолютно разные Carrera, 2 из них на мануфактурных механизмах. Чисто визуально мне больше всех запали эти часы. Посмотрим, будут ли они вам интересны. Если отклик в комментариях будет хороший, я обязательно покажу и другие версии в следующих обзорах. Часы идут в фирменной коробочке Takhoir. Я уже не раз говорил, что она небольшая, сбитая и тактильно очень приятная. Без лишнего пафоса и огромных размеров. Самое то. Также здесь вы найдете инструкцию и гарантийку нового типа. Можно прям зарегистрировать свои часы через QR-код на официальном сайте Takhoir. Дизайн часов без сомнения говорит о том, что это спортивный хронограф, сделанный в лучших традициях стиля. То, что лично меня сразу привлекло, это очень нарядный циферблат. И, пожалуй, с него давайте начнем. Первое, за что лично мой глаз сразу цепляется, это арабские накладные метки. Настолько аутентично они здесь смотрятся, настолько придают лоска, объема и блеска. Я не знаю, как для вас, но вот это как раз тот элемент, который хорошо откладывается в голове и не даст спутать эти часы с чем-то другим. Стрелки снова же с зеркальной полировкой. Центральная часть стрелок с черной полосой, что придает дополнительный контраст и объем. Наконечник секундной стрелки красный, как и наконечники всех стрелок хронографа. Таким образом Takhoir отделяет основное время от секундомера. Каждый маленький циферблат хронографа имеет накладной манеж, а маленький циферблат основной секундной стрелки наоборот немного утоплен. Апертура даты сделана таким образом, что она возвышается над циферблатом, но к самой дате и дням недели рамка уходит под скосом. Таким образом все элементы циферблата сделаны так, что ощущение объема здесь просто шикарное. Ну и конечно же не забываем о накладном логотипе Takhoir над датой и печатным названием коллекции под ней. Вообще хочу сказать, что циферблат в часах это наверное полдела в плане их ощущения и узнаваемости. И в этой модели качество циферблата на высочайшем уровне. Абсолютно точно видно, что это дорогие часы. Блеск керамического безеля с тахиметрической разметкой только подчеркивает весь этот лоск. Я всегда считал шкалу тахиметра бесполезной историей, но данный стиль без сомнений чисто визуально просит этот элемент. Корпус сложной рубленой формы. Очень резкие грани в верхней его части. Много переходов от зеркальной полировки к сатинированию. Боковая часть имеет наоборот сложную, округлую форму. Головка очень удобная, как и пушеры с насечками в цвет элементов циферблата. Тактильно каждая кнопка нажимается очень уверенно, с четким и понятным щелчком. По размерам заявлен корпус 44 миллиметра, от ушка до ушка 48 миллиметров, толщина 15 и 5 миллиметров, вес 193 грамма. Хочу сказать, что корпус на цифрах приличный, а на моей небольшой руке 18 сантиметров в обхвате смотрится отлично. Как раз за счет того, что ушки здесь короткие. Поэтому даже большой диаметр при определенных условиях может отлично сидеть на небольшой руке. Через заднюю крышку часов можем видеть механизм калибр 16. У него 25 камней, небольшой запас хода в 42 часа и работает механизм на частоте 28800 полуколебаний в час. В целом показатели неплохие, только вот запас хода все-таки немного маловат. И очень удобно, что есть быстрое переключение даты и дней недели. Браслет шикарного качества. Основные звенья сверху сатинированы, а во внутренней части имеют закругленную форму и зеркальную полировку. Есть еще небольшие трубчатые элементы с зеркальной полировкой, что визуально создает более сложную геометрию браслета. Качество полировки с каждой стороны, даже в скрытых от глаз местах, на высочайшем уровне. Застежка только дополнила приятное впечатление. Я до сих пор помню штамповку Такхойера из коллекции Формулы 1 за 1000 с лишним долларов. Это, конечно, был позор. Здесь же все на высочайшем уровне. Очень аккуратная, полностью летая. Даже с внутренней стороны застежки достаточно сложные формы. Посмотрите, какие ювелирные изгибы сделаны, конечно, на высочайшем уровне. Ну и как предполагается для спортивного хронографа, здесь водозащита на уровне 100 метров. Можно просто купаться без погружений. И забыл показать вам немного выпуклое сапфировое стекло. Часы за 220 370 гривен. Именно за эту цену вы можете купить их в нашем магазине FieldTime или в сети наших партнеров DECO. Сумма эквивалентна на сегодня 5400 долларов. Я не буду оценивать эти часы по характеристикам. Некоторые из них вы можете встретить в часах и за 100 долларов, за исключением механизма. Мы же оцениваем часы не только по керамическому безелю, сапфировому стеклу и водозащите. В данном случае я могу оценить часы по качеству изготовления циферблата, по сложности корпуса и браслета, по их аутентичному дизайну и в целом по моим ощущениям, когда часы находятся на моей руке. Я абсолютно точно вижу, что часы дорогие. Мне понятно, почему они столько стоят. И в случае часов Carrera я понимаю, что Такхойер не использовал в наглую свою популярную вывеску. Ребята действительно сделали серьезные часы. Возможно, хотелось бы мануфактурного механизма с большим запасом хода, но это тоже лично для меня не главный критерий для выбора. Часы смотрятся очень брутально. Я вижу их на руке серьезного дяди за рулем какого-нибудь свежего BMW с агрессивным дизайном, либо за рулем подобной агрессивной марки. Владелец этих часов абсолютно точно темпераментный и боевой мужчина. Собственно, на этом мои итоги подходят к концу. Я свои мысли выразил, вы можете поделиться своими. Более того, я буду благодарен за ваши комментарии, за ваше мнение. Тем более, будет интересно, если вы уже являетесь владельцем часов Такхойер. Все ссылки для покупки и для прямой консультации со мной я оставляю в описании к этому ролику. Да и буду потихоньку сворачиваться. С вами, как всегда, был Станислав. До новых встреч. Пока.